Ну привет, ребята! Это Настя. Извините, что у меня не было более недели, я болела, но это время я не потратила зря. Я проресерчила тему, о которой я очень давно хотела узнать побольше, и это тема сна. Всем нам нужно больше времени на работу и развлечения, и обычно мы берём это время из нашего сна. И вопрос, который меня всё время интересовал, это сколько же нужно оптимально спать человеку для того, чтобы быть продуктивным и счастливым, довольным жизнью, и правда ли, что можно ли тренировать себя спать по 5-6 часов, как многие великие люди говорят о том, что они именно столько и спят, и им этого хватает. Мне хотелось узнать, что по этому поводу думают люди, которые изучают сон. И это нейробиологи сна и нейробиологи, которые изучают циркадные циклы, то есть это биологические циклы человека, чаще всего 24-часовые, 25-часовые, по которым все наши органы внутренние работают. И вот что я узнала. Удивительно то, что мы спим 1 треть части нашей жизни, то есть в 90-х годах мы проспали 30 лет своей жизни, и при этом учёные до сих пор точно не знают, почему именно каждую ночь мы ложимся спать. Конечно, они наблюдают разные процессы организма, которые происходят в этот момент, но нету конкретной самой большой причины, почему нам так необходим этот сон. В том, что он нам жизненно необходим, нет никаких сомнений, потому что всякие исследования с животными, которые проводились, показывают, что если животные лишают сна, особенно REM-сна, то есть когда быстро движутся глаза, так вот лишение такого сна приводит к погибанию животного в течение 40 дней. Также, к сожалению, есть люди, их немного, около 200 человек в мире, которые страдают или страдали familial insomnia, то есть это бессонница семейная, это заболевание, которое передаётся по генетическим между родственниками, и такие люди к 40-ка где-то годам развивают бессонницу, которая в течение нескольких лет их просто убивает, потому что они всё меньше и меньше способны засыпать. Итак, учёные давно пытаются понять, для чего нам нужен сон. На данный момент превалирующая гипотеза заключается в том, что мозг использует ночное время сон для того, чтобы синтезировать информацию. Да, ни отдых, ни сохранение калорий. Главное, считают учёные, это регенерация информации и формирование понимания мира и формирование памяти. Знаете, как чаще всего сформулированы научные эксперименты, которые должны установить, влияет ли сон на память или нет? Обычно берётся две контрольные группы и людей чему-то учат. Только одну группу, например, обучают утром, другую группу вечером. В результате и ту, и ту группу тестируют через 12 часов. Та группа, которая обучалась вечером, получается, что их тестируют через 12 часов, то есть после того, как они поспят. Так вот, в таких опытах всё время группы, навыки которых поспали, они показывают существенно выше память, понимание того, что они делают, и просто навык, который выключили, они у них существенно выше. Кроме того, интересно то, что когда люди не спят достаточно, то когда их тестируют на запоминание разных концептов, разных вещей, они в два раза больше запоминают негативную информацию, информацию с негативной характеристикой, оттенком, нежели позитивную информацию. В общем, через ряд таких исследований учёные приходят к выводу, что недосып напрямую связан с депрессией, с развитием депрессии, потому что наша память фокусируется на негативной информации, синтезирует её больше, когда мы спим. Недостаточно. Также во время сна происходят важные гормональные процессы, и многие из нас наверняка читали о том, что недосып приводит к набиранию веса и к ожирению даже. И что меня удивило, это как мало времени надо для того, чтобы наша гормональная система дисбалансировалась. Например, в одном из исследований было 12 молодых мужчин, которые два дня спали 4 часа, явно недосып. До эксперимента и после эксперимента мы измерили гормон герлин, это гормон ответственный за желание есть, и гормон лептин, гормон, который говорит нам о том, что мы уже насыщены и не хотим больше есть. Так вот, по окончанию этого эксперимента, заметьте, всего лишь два дня, почти сон 4 часа, их герлин повысился на 28%. Их лептин, гормон, который говорит, что вы наелись, понизился на 18%, и таким образом недосып и ведет к набору веса. И говоря об исследованиях, я хочу привести вам еще один пример, который меня очень впечатлил, и он связан, он говорит о том, о связи вакцинации и сна. Так, группа людей была вакцинирована от гепатита А, и в следующую ночь одна половина этой группы спала, как обычно, а вторая половина was kept awake, то есть они всю ночь бодрствовали, им не давали спать. Так вот, по истечению какого-то времени, по-моему, целого месяца, вот у тех людей, которые спали, как обычно, нам провели нормальную ночь, было в 97% больше антител к гепатиту А, чем у тех, которые не спали. И были последующие также исследования с другими типами гепатита проведены, и в конечном итоге было выявлено, что вплоть до того, что вакцина была неэффективна для тех контрольных, для тех групп людей, у которых был недосып, ну, как бы, в сходе эксперимента, в котором специально сделали отсутствие сна. Так что, как вы видите, сон влияет как на наши когнитивные способности, так и на работу наших внутренних органов. Так сколько же нужно спать? Все исследования, которые я читала, говорят о среднем 8 часов сна в день. В ночи для некоторых это чуть больше, для некоторых чуть меньше. Но однозначно ни один учёный, ни один нейробиолог не сказал, что есть такие люди, которым 5 часов будет достаточно. И более того, они говорят о том, что даже те люди, которые спят по 5 часов и считают, что им это достаточно, просто они настолько приучили своё тело к этим 5 часам, они не могут уже оценить, какой негативный эффект на их когнитивные способности и на их здоровье несёт этот 5-часовой сон. То, что они думают, что для них это нормально, не значит, что это нормально, если бы, например, их действительно взяли и измерили работу их организма и также их когнитивные способности с таким количеством сна и с рекомендованным 8-часовым количеством сна. Более того, хочу подчеркнуть, что подростки должны спать больше, не то что должны, они нуждаются в большем количестве сна, и речь идёт о 9-ти часах. И ещё интересный факт, это то, что циркадный цикл у подростков так смещён, что для них их организм, для них это натурально ложиться позже и вставать позже. И говорят, что многие осуждают подростков, что они ленивые, они сидят допоздна и потом не могут встать, но на самом деле их тело так устроено, и это нормально, что они хотят сидеть допоздна и потом хотят поздно встать. Ну и, кстати, также рекомендуется дневной сон. Возможно, вы читали уже об этом в журналах, что многие такие компании, как Google, Facebook, NASA, в общем, очень многие известные компании имеют слип-поды, то есть такие слип-станции, большие кресла, где у тебя закрыта твоя передняя часть, где ты можешь поспать в течение дня на работе. Я везде прочитала, что вот этот сламп, как это сказать, усталость, которую мы испытываем в 2-3 часа, вот в Словении пораньше, наверное, в час-12 из-за того, что мы раньше начинаем, но вот этот приступ усталости после обедины, который на тебя находит, это опять же что-то совершенно натуральное для нашего организма. Это не потому, что ты не выспался, неправильно поел, хотя такие вещи, естественно, способствуют этому, но это нормально испытывать усталость в этот момент. И если ты быстро можешь засыпать, у тебя есть возможность поспать днём, это очень хорошо для организма. Единственное, что сон не должен превышать 20-30 минут. Почему? Потому что он не должен перейти вот в этот REM-сон, когда у нас быстро двигаются глаза и снятся сны, потому что из этого сна очень сложно выйти бодрым. Вместо этого нужно поспать именно в тот, ну, как бы, короткий промежуток, когда мы просто спим глубоким сном, когда у нас не двигаются зрачки. И ещё интересный факт. Многие из вас, наверное, читали о вреде именно голубого света на сон, потому что мелатонин — это гормон в нашем теле, который ответственный за вот это чувство усталости, желание пойти спать. И этот гормон, он вырабатывается каждый раз, когда наступает ночь, когда темно, когда наш мозг получает сигнал, что на улице темно. Но проблема в том, что мы используем планшеты, компьютеры, телефоны, и все они горят ярким светом. Более того, они горят особенным светом, они горят голубым светом. И наш мозг, наше тело, оно особенно чувствительно именно к этому типу лучей, голубому. Они особенно сильно влияют на мелатонин, депрессуя его, как бы не позволяя ему выработаться в нужных количествах. И таким образом, когда вы идёте спать, вы не можете заснуть, вам не хочется спать, потому что этот свет помешал выработаться гормону, который необходим вам для того, чтобы заснуть. Выбор из этого только один — минимизировать количество голубого света, которому вы подвержены вечерами. Но если вы не можете этого сделать, по крайней мере, используйте программы на телефоны и планшеты, компьютеры, которые меняют температуру цвета с экранов этих устройств. Например, Flux есть на компьютер, который я уже много лет использую на свой Mac. И также сейчас Apple, наконец-таки на iPhone, сделал Apple's Night Mode, когда оно синхронизируется с закатом в стране, в котором местоположение, где находится ваш телефон, и делает ваш экран более жёлтым. Да, это совсем некрасиво, но это полезно для вашего здоровья. Вот такие дела, ребята. Тема слад для меня очень интересна, потому что в нашей культуре, особенно в корпоративной культуре, во многих компаниях до сих пор признавать, что ты спишь многое или признавать, что тебе необходим сон, это сравни признавать сон слабый. Сон для слабаков. Сильные, амбициозные люди, они минимизируют количество сна, они спят 2-3-4 часа в ночь. Но если мы посмотрим на рекомендации именно учёных и посмотрим на факты, на исследования, то мы увидим, что сон на самом деле позволяет нам сделать гораздо больше. Может быть, не в следующих 24 часа, но на более долгой перспективе сон открывает наши возможности, никак не уменьшает их. В прошлом видео об интернет-зависимости многие ребята попросили меня поделиться своими источниками, то есть какие исследования я читала, чтобы они могли прочитать их сами в оригинале. И я понимаю, я сама такая же. Мои источники, они на английском, я не знаю, были ли переведены эти исследования на русский или нет, но в любом случае я соберу их всех под одним блог-постом, и вы сможете посмотреть на все из них или какие-то конкретно, которые вас заинтересовали. Не поддавайтесь общей мании и псевдонауке о том, что успешные люди не спят, успешные люди спят. Так что всё, всем хорошего отдыха, пока!